Всем привет! Так, спешу очень-очень, собираю посылки на ходу. Ольга, Ирина, Елена. И вот здесь ещё, и вот здесь ещё, то, что называется в буквальном смысле на ходу, сейчас уже придёт почтальон. А это летит опять-таки в Израиль. Попытаюсь всё это сейчас быстро собрать, отправить, на улицу поставить. Почтальон, как всегда, будет в обмороке, потому что он мне говорит, Галина, а вы не можете где-нибудь по две-три посылочки отправлять? Мне было бы это проще. Я говорю, проще для кого? Для вас? Говорю, нет. Он даже готов уже дробить не за один раз десять, а по чуть-чуть. Ну вот мы договорились по чуть-чуть с ним, но по чуть-чуть не получается. Я ему всегда говорю, я не знаю, сколько будет посылок и какие будут посылки. Понятия не имею. Он уже вчера был в шоке. В 10.00 созваниваемся с Россией, делаем видеозвоночек. Когда я с вами договариваюсь о видеозвонках, не забывайте, пожалуйста, что время, которое я вам даю, это время по Берлину. Потому что у меня был один звонок запланирован на сегодня на одиннадцать. Пишут, Галина, а вы где? Наверное, у нас нет времени. А у нас в Берлине, по берлинскому времени, у нас 9 утра. Поэтому не забывайте, пожалуйста, у нас валюта в евро и по Берлину время. Накладную вот сюда, рядом с адресом, потому что из Швейцарии таможня вернула назад посылку, потому что накладная была сбоку, но коробочка была маленькая, места не было. Поэтому, чтобы такого впредь не произошло, делаем так, чтобы Ее Величество таможня не искала накладную, а знала уже, где это есть. Вот здесь самая тяжелая посылка для Ольги. Если я чувствую, что мне тяжело поднять, то это значит уже превысило. Это лимит. Но мы ее оформили как десятикилограммовую посылку, поэтому, в принципе, сделали все правильно. У меня еще две посылки стоят, но их нужно немножко покреативить. В те посылки в Москву идут. В те посылки нужно добавить немножко романтики. День рождения у людей. Поэтому мне нужно выйти в десять утра, взять упаковочную бумагу, чтобы это все было в стиле Happy Birthday. И просто все открываются в десять. Посылка стоит давным-давно оформлена, но я хочу ее еще в Happy Birthday бумагу упаковать. Все открываются в десять, а в десять у меня приходит почтальон. Из-за того, что я все никак не куплю эту упаковочную бумагу с днем рождения, все никак не могу отправить эту посылку, хотя уже собрано. Так, ладненько. Вроде бы все сделали. Теперь можно открываться со спокойной душой. Ой-ой. Молодцы, вот это вообще поднять не могу. Папа. 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 все справились справились ура ну как справились частично справились теперь можно приступать дальше вот так начинается здесь каждое утро летишь спешишь прибегаешь сюда смотришь сразу заказы что у кого есть кто у меня заказывает камешки на голове такой кошмар кто мне заказывает камешки всегда стараюсь добавлять вот такую нитку если вдруг забыла не добавила не обижайтесь вообще как бы по умолчанию только вы заказываете сразу сразу добавляю нитку если там три-четыре камня в заказе то даже не разрезаю ее просто вам отматываю на глаз так сказать сейчас у меня будет в 10 00 звоночек видеозвоночек с россией может быть до прихода почтальона если почтальон придет в 11 просто дома может почтальона не злить смотрите как два раза в неделю у нас была договоренность они приходят он говорит всегда очень много очень много у вас посылок давайте не будем придерживаться этих дней давайте я буду лучше каждый день по чуть-чуть забирать смотрит а меньше не становится я ему говорю это не зависит от меня я не знаю сколько будет посылок я заинтересована в том чтобы у меня было место те же ходить иногда просто негде я заинтересована в том чтобы быстрее это все отсюда выходила поэтому как то так я думаю что он конечно будет в легком шоке сейчас придет тем более все коробки большие 4 до 24 но одна 10 килограммовая ну да что я хотела показать я все время забываю у нас освободилась одна вот такая сумочка матильдовская которую мы на 30 евро снизили это вообще-то детская сумка в ней даже есть пеленка но я с этой сумкой всегда летаю это моя ручная кладь по размерам как ручная кладь в принципе проходит и он сейчас свою покажу все никак с нее вещи не выложу но можно еще кстати в аэропорту или такими штуками уменьшить как ни странно когда я лечу с берлина все замечательно когда я лечу из киева в берлин то там они начинают рассказывать сказки что сумка слишком большая принципе по размерам ручной клади это все подходит кстати украина земляки я вам я еще раз на следующей неделе подтверждение дам скорее всего я полечу в украину четверг следующий четверг еще точно сто процентов не знаю но скорее всего я полечу поэтому кто хочет браслеты маленьких ведьмочек камешки матильды только не жидкости вот то что поместится скажем так вот так в ладонь кто это хочет пишите уже сейчас если получится привезу сама в киев потом отправлю вам по новой почте если не получится отправлю перевозчикам все равно дойдет до вас вот так иногда быстро меняются планы так первые ласточки у нас поэтому только только убедительная просьба только украина годы многом потому что беларусь россия там нужно будет искать отдельную почту я не совсем разбираюсь в киеве где это как это по новой почте по украине отправлять просто идеально пришел отдал они сами упаковали отправили человек получил на месте пересылку заплатил поэтому если сейчас меня кто-то смотрит земляки кто хочет браслеты камни маленьких ведьмочек маленькие камешки мыло пишите мне в личку но только сразу пишите имя адрес чтобы я потом знала как вас сохранить потому что сообщения в которых мы ведем длительные переписки но я даже не знаю как человека зовут мне же некогда же сохранить а куда мне это все слаживать в коробок на котором написан номер телефона поэтому чтобы не было путаницы потому что да иногда путаюсь лена беларусь я постараюсь найти для вас это золотое яйцо что касается других заказов давайте как-то это так активно чтобы недели две три не лежали заказа потому что потом путаешься потому что другие хотят им отдаешь не знаешь а это еще заказ в силе либо нет поэтому давайте как-то активненько лечу к своим туристам всех целую обнимаю до скорого